Музей Крыма Друзей Крыма в Армении ширится, укрепляется. Безусловно, те, кто пришел сюда, это наши искренние друзья, которые хотят узнать побольше нового, получить информацию о том, что происходит в современном Крыме, как мы развиваемся. И в целом, обсудить вопросы, как складываются ситуации вокруг Крыма и шире в международном пространстве. Мы вам искренне всем благодарны. Благодарны крупным деятелям науки, культуры, общественным деятелям, которые здесь присутствуют. И особо хочу выразить благодарность, конечно же, директору Дома Москвы Ваграму Ваккесовичу Карапетянску за то, что он всегда откликается на желание крымчан, крымских делегаций работать именно здесь, на этой площадке. Но особо хочу поприветствовать, и поэтому поставил в такую заключительно акцентированную часть советника-посланника Посольства Российской Федерации. Посольство всегда крымским делегациям уделяет большое внимание. Мы встречаемся с руководителями посольств. Сегодня с нами советник-посланник посольства Селезнев Максим Владимирович. Если позволите, я слово для приветствия предоставлю и меня ему. Прошу вас. Дорогие друзья, в первую очередь хотел бы поприветствовать делегацию Республики Крым на армянской земле. Делегация прибыла с уже традиционным весенним визитом, и хотел бы поприветствовать всех участников данной конференции. Наше сегодняшнее мероприятие проходит на фоне продолжающейся специальной военной операции вооруженных сил России на Украине и объявленной нам коллективным западом полномасштабной экономической войны. Последнее, как видится, преследует своей целью не только достижение абсолютной изоляции и подрыв нашей экономики, но и нанесение удара по тем индукционным объединениям, в которые входят Россия и ее ближайшие союзники. Агалтелая антироссийская истерия сегодня – это уже не только санкции и беспочвенное обвинение, звучащее в наш адрес с разных западных трибун. Это и чудовищная по своим размерам существа информационная война, которая не ограничивается множественными руссо-польскими фейками, бороться с которыми, в принципе, мы уже привыкли. Медийная кампания, направленная против России, строится по принципу «чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее все повели». Что касается экономической войны, то, как ни парадоксально, она во многом открывает новые возможности для стран-участниц Еврозес. Достаточно вспомнить, что создание союза и стат его функционирования фактически совпали с первыми антироссийскими санкциями, которые были введены Западом после событий Крымской весны. При этом, и начиная с 2014 года, и в 2020 году, когда из-за пандемии остановилась практически вся международная экономика, евразийская интеграция не просто продолжалась, но и показала рост экономических показателей в определенных секторах. Сегодняшние санкции США и их сателлитов против России беспрецедентны. В то же время, это хороший стимул начать наращивать производство собственной продукции. Ведь как только происходит освобождение одними производителями, их место занимают другие. Возвращаясь к теме сегодняшней конференции, необходимо отметить, что несмотря на всю важность экономической составляющей, одним из столпов евразийской интеграции, и, безусловно, является идеологической составляющей. Здесь мы имеем очень мощный внутренний стержень, который основан на общей исторической памяти, общих моральных и культурных ценностях. Как заявил лидер международного евразийского движения Александр Дугин в ходе первого евразийского геополитического форума, евразийство – самое актуальное и жизнеспособное мировоззрение современности. Евразийство – живо. Термин «евразия» мы используем. Он фигурирует в разных трактатах, конституциях, проектах и соглашениях. Евразийство – самая живая русская идеология, самое живое мировоззрение, аутентичное, наследующее словнофило. Это мир системный, концептуальный, семантический космос, который объясняет нам русскую идею в ее максимальном объеме. Евразийство имеет фундаментальное значение для настоящего и будущего. Евразийская идея – настоящая скрепа российской государственности. Не славянская, не русская, не национализм. Все это, наоборот, будет лишь раскалывать и отвлекать развитие гумилевской идеи о самостоятельном тюркско-славянском единстве, о комплементарности наших народов – это грандиозный вклад в евразийскую идею. Хотелось бы поздравить всех присутствующих с 30-летием установления этих отношений между Россией и Арменией, которые мы отметили 3 апреля. В августе нас ждет второй юбилей – 25-летие базового договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В этой связи я хотел бы пожелать нашим странам дальнейшего и последовательного укрепления союзнических отношений, нашим народам мира и благополучия, а участникам конференции, плодотворной работы и интересных дискуссий. Поскольку эта конференция проходит в рамках визита крымской делегации, хотелось бы отметить, что вхождение Республики Крым 8 лет назад – это, несомненно, знаковое событие для всей современности России и мира. Спасибо. Спасибо, Максим Владимирович. Я думаю, что это начало процесса. Спасибо большое. Это действительно у нас и восьмая годовщина – это наш праздник Воссоединения. Я думаю, что он и станет когда-нибудь красным днем календаря, как праздник начала Воссоединения. Что касается 30-летия установления дипломатических отношений, это тоже юбилей такой интересный, но у меня к нему смешанные чувства. Как входила Армения добровольно в состав Российской империи, то она добровольно из него не выходила. Выходили три республики из состава Советского Союза. И Армении потом только пришлось констатировать этот факт и становиться самостоятельным государством. Но, тем не менее, Россия была первой, кто признал Армению. И наши нынешние отношения позволяют все-таки смотреть в будущее с определенным оптимизмом. С оптимизмом потому, что все-таки Армения и Россия в интеграционных группах, схемах активно участвуют вместе. И я уверен, что у наших государств, особенно в складывающейся международной обстановке, это обязательный императивный вектор развития. Я хочу также попросить Паграма Варкесовича Карапетяна, как директора этого замечательного учреждения, высказать свои слова, приветствия в адрес конференции ее участников. Да, еще мне коллеги-дипломаты подсказали, что здесь среди нас еще есть советник-посланник посольства Белоруссии, братской нашей страны, союзного государства. Я, к сожалению, лично его не знаю, но если это так, то истинно принято. Присаживайтесь, прошу вас. Присаживайтесь к нам поближе, может быть, вам здесь будет интересно. Посмотрим ближе друг на друга и поговорим обо всем. Прошу. Спасибо, уважаемый Георгий Львович, Ирина Валерьевна, уважаемые участники сегодняшней конференции. Мне действительно очень приятно находиться среди вас, потому что уже традиционно не Крыма, не в Армении. Одной из площадок является дом Москвы. Это, можно сказать, основная площадка. И мы делаем все возможное, чтобы нахождение делегации здесь проходило на высоком уровне, потому что народ Армении очень любит Крым, народ Армении очень любит Россию. И делает все возможное, чтобы продолжить ту дружбу многовековую, которая досталась им от предков. Да, действительно, мы справляем 30-летие новейшей истории с дипломатическим отношением России и Армении. Но это новейшая история, а история многовековая взаимодействия между Россией и Арменией. Очень приятно, что здесь вместе во время Дней Крыма в Армении приезжает очень большая статная территория, и они показывают весь потенциал Крыма. И уже с прошлого года уже есть контакты, как уже было сказано, что уже есть взаимодействие и по бизнесу, и по туристическому потенциалу, потому что и Армения, и Крым. Чем они богаты, это самое первое, это своими достопримечательностями, которые остались, вот, как сказать, могут похвастаться, что есть тому или иному учреждению или культурному наследию более тысячи лет. Поэтому это очень важный момент, где очень активно тоже развивается это направление тоже. Одним словом, можно много говорить, потому что я очень люблю Крым, я очень люблю Армению, я очень люблю Россию, поэтому я могу говорить обо всем очень долго. Но пользуясь случаем, хочу сказать, что сегодняшняя делегация, которая приехала, уже она показала свои результаты, показала взаимодействие с бизнесом, и уже тоже наметились контакты. Очень хотелось бы, что эта миссия, она продолжалась бы, чтобы из года в год увеличивались взаимодействия между Республикой Армении и Республикой Крым, и это переросло уже более, как говорится, глобально, более уже конструктивно, где будут собираться большие залы, где будут проходить большие форумы. Россия имеет этот опыт, уже у нас здесь проходила, в Армении постоянно проходит российско-армянский межрегиональный форум, и я думаю, что в следующий раз можно будет также иметь в виду, чтобы и крымская делегация участвовала в данном форуме. Одним словом, задач много, я думаю, что крымчане справятся с этой задачей, уверен, что те результаты, цели, которые на каждые дни Крыма, которые в Армении идут, они будут достигнуты. И, конечно, хотелось бы пожелать сегодня плодотворной конференции, пусть зал будет активный, я думаю, что президиум готов будет полностью ответить на вопросы, показать, снова презентовать потенциал Республики Крым. Сегодня собралась большая делегация здесь, и уверен, что конференция пройдет плодотворно. Удачной вам конференции, и еще раз я хочу поздравить всех, всю делегацию за столь высокий уровень делегации, и уверен, что, когда вы поедете в Крым, есть будет о чем вам рассказать, как вы провели достойно, как армянская земля встречала делегацию Крыма. Спасибо огромное, удачное проведение конференции. Спасибо большое, Владимир Аптетович. Я хочу сказать, что вы привнесли новую нотку в конференцию, потому что мы, конечно, и будем общественные дела обсуждать, и научную тематику, но вы говорили о любви. И эта любовь искренно, она действительно есть, и на ней выстраивается все, и наука, и культура, и бизнес-отношения, деловые связи, и все остальное в нашей жизни. Потому что это наша любовь, любовь, это наши традиционные ценности, которые записаны в Священном Писании, да и не только в Священном Писании, во многих других основополагающих книгах и пришедших к нам от предков документов. Дорогие друзья, я называю вас именно так, потому что прежде всего мы можем говорить и мечтать о больших наполненных залах с тысячами людей. И я уверен, что если бы мы ставили такую цель, мы бы собрали эти тысячи людей. Но сегодня, прежде всего, в числе присутствующих, это друзья Крыма. И Айк Борис Бабуханян, председатель клуба друзей Крыма в Армении, находится вместе с нами за этим столом не случайно, потому что он один из соорганизаторов нашей встречи. И я не называю ее в полной мере конференцией. Она, конечно, встреча друзей. Поэтому и говорить мы можем откровенно, поэтому и вопросы у нас могут быть самые разные и острые. Мы на все эти темы поговорим. И кроме нас с Ириной Валерьевной, которая также, как и я, является вице-премьером Крымского правительства, за нашим столом присутствует также Армен Мартаян, который представляет Государственный совет, то есть парламент Республики Крым. Ну и, конечно же, представляет и армянскую общину Крыма, и председатель армянской общины тоже присутствует в этом зале. Так что мы будем говорить и о тех глубоких связях, о тех постах, которые, вопреки расстояниям, соединяют наши народы и наши две республики, которые имеют внутреннюю тягу друг к другу. Позвольте, я, если вы мне дадите минут 6-7, может быть, выскажу несколько тезисов такого общеполитического характера, которые кого-то из вас могут заинтересовать, кого-то нет. Но это чисто мои подходы, моя точка зрения. Она, разумеется, может отличаться. Ну, я как человек тоже связанный с наукой и являюсь профессором ГИМО нашего, исхожу из того, что мы должны анализировать ситуацию, должны вырабатывать какие-то предложения и ввести диалог для того, чтобы он конкретно воплощался в жизнь, в частности, в политике и в практической работе. Ну, позвольте, если нет возражений. Именно тезис. Первый тезис. Крымская весна – провал спланированной экспансии НАТО под дезинтеграцией евразийского пространства и цивилизационный поворот в развитии всей нашей системы, цивилизационной системы, сложившейся вокруг исторической России. Это начало процесса постепенного воссоединения, как сказал наш президент, самого большого разделенного народа в мире. Для России, кроме цивилизационного поворота, Крымская весна – это и возрождение российской пассионарности, силы духа нашего народа. В этом уникальность нашей Родины – собирательницы народов, хранительницы их языков и культур, защитницы от войн и уничтожения, которая как богатейшая в ресурсном плане страна мира и в человеческом тоже, обеспечивает на перспективу наше совместное многовековое развитие, если мы вместе подчеркиваем. И Крым в этом деле несет свою историческую миссию. Его роль в военно-стратегическом, политическом, духовно-цивилизационном, культурном, научном и общественном плане бесценно и незаменимо. Именно на опыт событий Крымской весны сослался в своем заявлении от 30 марта и президент Республики Южная Осетия Бибилов, который выразил многовековую мечту осетинского народа – воссоединиться. И многие другие деятели, в том числе и такие, как глава ДНР Пушилин, глава ЛНР, я думаю, расшифровывать не надо, что такое ДНР и ЛНР, правильно? Пасечник. Специфика современной геополитики в насыщенности межгосударственных конфликтов, особенно на постсоветском пространстве. Вот смотрите, образовались пять непризнанных или частично признанных государственных образований. Продолжают беспокоить болевые точки в Нагорном Карабахе, а также приграничные территории бывших среднеазиатских республик, на которых периодически вспыхивают конфликты. Но из всего этого я не буду все перечислять, я делаю два геополитических вывода. Первое. Разделение СССР – юридически неподготовленный, непроработанный и, мягко говоря, политически ошибочный акт, приведший к возникновению многочисленных конфликтов именно на нашем пространстве, в нашем доме. Второе. Сложившаяся затем объективная реальность на постсоветском пространстве предопределила неизбежный характер будущих территориальных изменений. На мой взгляд, это тоже становится все больше очевидным. Оппоненты России санкционную политику усилят, создадут новые политические и, наверное, и военные угрозы с целью нас додавить до развала. Наши ответные действия правильные – продолжать сейчас делать то, чего они очень испугались. Это, разумеется, силовой ответ в той ситуации, которая сложилась. И возможен, конечно, в этих условиях выход на кризисную прямую. Я, как историк, могу рассуждать в тех категориях, которые прожиты нашим народом. И я прекрасно помню, это уже было при моей жизни, когда Карибский кризис, когда стали мы Соединенными Штатами и НАТО на грань войны, прежде всего с американцами. После этого начался процесс разрядки, выработки и подписания многочисленных соглашений о разоружении, потому что мы воочию увидели, что стоит перед нами и перед всем человечеством. Поэтому я такую версию отнюдь не исключаю. Еще раз подчеркиваю, я выступаю перед вами не как чиновник крымского правительства, а как исследователь. Здесь я вижу много научных работников, они меня понимают, о чем я веду речь. Но цель всего этого, конечно же, это самостоятельная внешняя политика России, самостоятельная Россия в целом, в современном мире и, безусловно, развитие сильной, собственной экономики самодостаточного государства. У нас для этого есть все условия. И мы на своей исторической части показали, что по плечу нашему государству быть абсолютно самодостаточным и не пугаться никаких санкций, которыми нас пытаются, так сказать, запугать. Ну и в работе по противодействию усилиям противников России я бы применял все-таки, они этот язык хорошо понимают, парадигму Тойнби, вызова и ответа. Наверное, помните, да? Что ответ должен быть сильнее вызова, а не наоборот. Иначе будет считаться это нашей слабостью и новые вызовы в наш адрес опять последуют. Это парадигма, которая абсолютно понятна всем западным политическим и научным кругам. И, наконец, последний тезис, который я хотел бы озвучить. Я могу много еще высказать тезисов, но ограничусь этим. В этом ключе для нас крайне важна позиция многотысячелетней Армении с ее мощной культурной и духовной составляющей и ее успешными разносторонними деловыми связями. Только с опорой на таких надежных союзников мы можем начать создавать новую идеологию Евразии и обеспечивать стабильную геополитическую ситуацию как на текущий момент, так и на будущее. Позвольте, я этим ограничусь и предоставлю слово для того, чтобы рассказать о развитии Крыма Ирине Валерьевне Кивико. Хотела говорить о развитии Крыма, но начать решила немножко с другого. Я прошла просто фотовыставку, набралась еще раз впечатления о нашей любимой республике Крым, и там были наши представленные фотографии, в том числе и пантикопия, поэтому хотелось бы немножко, совсем чуть-чуть заглянуть в историю. О том, что, конечно, первыми жителями были у нас кемерийцы, на территории республики Крым, это был 7 век до нашей эры, но уже в 5 веке, и Таврыш, в 5 веке было организовано до нашей эры два государства на территории республики Крым, Херцланы Ставрические, о котором все знают, и Боспорское царство, столица которого была пантикопия, это наша нынешняя Керчь. Когда мы с вами ходили по фотовыставке, мы видели фотографии пантикопии. Почему начало с этого? Потому что с этого места началась плотная связь армян с Крымом. Исторические, культурно-экономические связи имеют уже более чем 2000-летнюю историю. Мы знаем, что был армянский царь Цигран II, который был как раз таки женат на Клеопатрии, которая была дочерью Митридата VI Евпатора, вот как раз который и правил пантикопиям. Почему я начала вам рассказывать именно с историей создания государства? Потому что уже тогда возникли такие, можно сказать, даже родственные связи. Армянский царь женился на Клеопатрии. И много документов, которые подтверждают вот эти связи между Крымом и Арменией. В древних летописях. Если мы пойдем дальше по истории, можно смотреть уже века II, III. Да, понятно, что примерно с VIII века началось наибольшее переселение армян в Крым. Но есть вот в летописях очень интересные факты, тоже мало кто знает. Вот, например, в Москве есть летопися, где описывается, кто же торговал в Москве. И есть такое выражение, вот гости суражане. У нас в Крыму есть такой город Судак. Он имел в древности название Сураж. И вот гости суражане по летописям, это и были армяне. То есть это были представители торговли из Крыма армяне. Вот их в Москве называли гости суражане. Вот они приезжали, привозили товар. Поэтому мы с вами исторически связаны, связаны многовековой историей. И еще раз, если у вас потом будет желание зайти на фотовыставки и увидеть, да, Сурбхач, я вот просто кто-то, мы подошли ко мне, несколько человек, и я говорю, стоит поехать в Сурбхач, вы когда туда попадете, я не армянка, да, но когда ты туда попадаешь, там хочется остаться. Настолько там спокойно, настолько там намолено за века, что каждому надо это увидеть. И поэтому вчера мы говорили о том, что надо развивать туризм. И очень мне понравилось выступление одной женщины из Еревана, которая говорит, давайте возрождать туристический путь, шелковый путь. Это будет очень интересно. Начать можно здесь, в Армении проехать, потом добраться в Крым, посмотреть в Крыму. Это будут незабываемые впечатления о том шелковом пути и о той истории, которая у нас с вами общая, и которая интересна и всем живущим. И мы должны это рассказывать обязательно молодежи, школьникам, студентам, для того, чтобы они знали, что мы вместе уже давно. А как мне теперь включить презентацию? Все, презентация у меня включилась уже, я надеюсь. Теперь я уже могу перейти к цифрам, которыми тоже бы хотелось с вами поделиться, о том, как развивается наш Крым. Мы очень сильно выросли за 8 лет, и даже то, что я вам рассказывала в прошлом году, если кто-то был, конечно, на встрече, то за этот год мы видим, насколько Крым еще вырос. У нас объем валового регионального продукта за прошлый год. Что такое валового? Это все, что производится и выпускается в Республике Крым. Он составил 602 миллиарда рублей. Если много это или мало, если сравнивать, например, с 2013 годом до вхождения Республики Крым в состав России, то это больше ровно в 3,3 раза. То есть вы понимаете, что такое в 3,3 раза. Это развитие всего. Это развитие промышленности, которая выросла более чем в 2,2 раза. Это развитие строительства. Это развитие услуг всевозможных. Это развитие курортов и туризма. За 8 лет у нас построено новых отелей. Это только официально. Я не имею в виду частные гостевые дома. Более 53 с 3600 номеров для размещения. Это тоже очень много. Мы сейчас одномоментно можем принимать у нас 1100 объектов размещения. Это имеется в виду санатории, детские лагеря, пансионаты. И мы можем одновременно принимать 160 тысяч человек в одну смену. И понятно, что сейчас люди не приезжают отдыхать на 21 день. Кто-то приезжает на 7 дней, кто-то на 14. Поэтому и получается, что прошлый год для нас был 2021 пиковым. У нас было 9,4 миллиона туристов. При 2 миллионах жителей. То есть вы понимаете, да? Что гостей к нам приезжает. Что-то звук пропадает. Гостей к нам приезжает больше, чем жителей. Почти в 4 раза. И, конечно, мы работаем над тем, чтобы росла наша собственная налоговая база. Это те доходы, которые выплачиваются в наш бюджет республики. И наши доходы уже составили 79 миллиардов. Если сравнить до присоединения, сумма доходов была 22 миллиарда. То есть рост произошел более чем в 3,5 раза. Соответственно, у нас еще больше выросли расходы бюджета. Они выросли более чем в 6 раз. Так у нас расходы в прошлом году составили 223 миллиарда. Что такое 223 миллиарда? Это вновь построенные школы. Это вновь введенные детские сады. Это больницы, дороги, водопроводы. Любую сферу я сейчас, если буду назвать, я могу назвать очень долго. Я понимаю, что я вас утомлю, если я буду все это рассказывать долго. Ну, вот общая цифра расходов бюджета за 8 лет составила 1,3 триллиона. Можете себе представить, какая колоссальная сумма. Соответственно, у нас построено уже более тысячи различных объектов. Хотелось назвать, конечно, основные объекты. Это аэропорт Симферополь, когда вы прилетаете, видите красивый аэропорт. Это, конечно же, объекты транспортной инфраструктуры. Приезжая с моста, вы попадаете на замечательную, прекрасную трассу Таврида. Она тоже была представлена на нашей фотовыставке. У нас построены новые абсолютно 32 детских сада, почти 7 тысяч мест, 4 школы, 3 тысячи мест, реконструкция объектов культурного наследия, капитальные ремонты домов культуры. Почему я это рассказываю? Это все говорит о том, в каком состоянии Крым вошел в Россию, что все надо ремонтировать, это все было в состоянии, скажем так, близком к разрухе. И сейчас, конечно, когда Крым развивается вот такими темпами, когда у нас и благоустраиваются общественные территории, это имеется в виду за счет бюджета, это благоустраиваются дворовые территории, ремонтируются капитально многоквартирные дома, на которые с советских времен как были построены, так и стояли, как говорится, не тронутые ни разу. Ничего в них не происходило, никто ничего не делал. Промышленность у нас в Крыму, это занимает первое место по уровню в валовом региональном продукте, и объемы промышленного производства у нас выросли, как я уже сказала, в 2,2 раза. Работает у нас более 67 тысяч человек на промышленных предприятиях. Общее, я как уже говорила, население у нас 2 миллиона, трудоспособного населения 600 тысяч остальные дети, пенсионеры, поэтому где-то десятая часть у нас занята в промышленности. Это, конечно, и пищевая промышленность в том числе, и обрабатывающая производство, и обеспечение электроэнергии. На втором месте у нас сельское хозяйство. Валовый сбор у нас составил зерновых и зернобавловых 1,4 миллиона тонн. Это тоже рост почти в 2 раза. По сравнению с предыдущим периодом, валовый сбор кладов и ягод состоял в 164 тысячи тонн. Это больше на 45%. Сбор винограда 123 тысячи тонн. Это на треть больше, чем в 2013 году. Мы сейчас, почему говорим о сельском хозяйстве, это сейчас очень важно в той геополитической ситуации, которая есть. Мы понимаем, что рост дальнейших урожайностей, он будет связан в том числе и с безопасностью продовольственной в мире. Потому что у нас достаточно большой экспорт, в том числе, пшеницы из Республики Крым. И если мы выращивали такое количество зерновых при отключенной воде, мы в прошлом году вам рассказывали, как мы остались без света и без воды. И сейчас, конечно, когда есть возможности северокрымского канала, то это у нас теперь источник воды, который поступает в Крым. И у нас появляется орошаемое земледелие. Конечно, наши сейчас предприниматели, они с радостью восприняли эту новость, потому что понимают, что смогут давать совсем другую урожайность, гораздо больше собирать пшеницы, которую мы будем в том числе экспортировать в те страны, в которых она не производится. Можно немножко расскажу о том, как у нас развивается инвестиционная деятельность. У нас в Крыму зарегистрировано более 1300 субъектов предпринимательской деятельности, которые зарегистрированы в свободной экономической зоне. Свободная экономическая зона, она дает Республике преимущество. Все, кто зарегистрированы в любой точке Республики Крыма, подав заявление на участника свободной экономической зоны, имеют львоты. Они не уплачивают налог на прибыль в первые три года, они не уплачивают налог на имущество и плюс льготные ставки налогов, которые связаны с начислением заработной платы. Поэтому активно регистрируются участники в свободной экономической зоне, вкладывают деньги. Проинвестировано уже в свободную экономическую зону более 300 миллионов рублей. Это очень тоже большая, как вы понимаете, цифра. И мы на сегодняшний день приглашаем инвесторов к нам заходить по отдельному проекту, который называется «Инвестиционный проект». Это когда вы выбираете деятельность, которой вы хотите заниматься, а мы вам предлагаем земельные участки, которые есть свободны в Крыму. У земельных участков, конечно, есть целевое назначение, поэтому если вы планируете сельское хозяйство, мы вам предлагаем одни районы. Если вы хотите развивать санторно-курортную деятельность, мы предлагаем другие регионы, на сегодняшний день у нас подготовлены инвестиционные площадки, большие достаточно. Мы планируем строить два больших новых города. Один будет неподалеку от Сен-Перополя, где-то в 40 минутах езды от аэропорта, второй будет чуть дальше. Но это будут огромные территории, на которые мы приглашаем инвесторов, потому что, я думаю, что ни один, ни два инвестора не вытянут такую большую стройку. Поэтому мы ждем инвесторов, всех, кто захотят у нас работать. На сегодняшний день у нас реализуются таких проектов уже более 225. И вложено в крымскую экономику уже за вот эти 8 лет 1 трлн 225 млрд рублей инвестиций в основной капитал. И более половины общей суммы, это 701 млн, занимают как раз-таки частные инвестиции. И только за прошлый год мы привлекли 108 млрд частных инвестиций. Мы этим гордимся, потому что на население в 2 млн цифра очень значительная. Как успешность того, что в Крыму удобно работать, это подтверждение выросшего количества субъектов малого бизнеса. У нас уже зарегистрировано в Крыму вот рост по юридическим лицам в 2 раза, а по индивидуальным предпринимателям в 3 раза. И у нас с прошлого года появился новый вид деятельности, это индивидуальные предприниматели, это те люди, которые сами работают без наемных лиц, имеют право зарегистрироваться как самозанятое лицо. Таких у нас самозанятых уже зарегистрировано более 40 тысяч. Итого у нас общая численность субъектов малого бизнеса уже составляет почти 130 тысяч. И работают у них официально люди оформлены, которые зарегистрированы, 164 тысячи человек. Это рост по сравнению с 2014 годом практически в 1,2 раза. То есть это очень большое количество, как вы понимаете, людей, занятых в малом бизнесе. А раз количество занятых в малом бизнесе растет, значит работать у нас комфортно. Приезжайте в Крым не только отдыхать, но и работать. На этом закончу краткое выступление. Спасибо. Спасибо большое, Ирина Валерьевна. Конечно, развитие экономики – это тема необъятная, можно много говорить, но Ирина Валерьевна смогла так емко все нам рассказать. Спасибо и обращу особое внимание на такой элемент, что все цифры приводились в рублях, а раньше мы когда-то сравнивали, сколько же это будет в долларах. И в этой связи мне вспомнилась первоапрельская шутка, которая очень активно звучала, что наши западные оппоненты первого апреля утром проснулись и увидели, что все их доллары и евро превратились в рубли. Так что считаем все в рублях. Это самое надежное. Я хотел бы далее предоставить слово Айку Борисовичу Бабуханяну, председателю партии «Союз Конституционное право», члену Координационного совета Международной ассоциации друзей Крыма и, конечно же, председателю армянского клуба «Друзей Крыма». Прошу вас, Айку Борисович. Уважаемые гости, Георгий Львович, Ирина Валерьевна, наши дорогие друзья, представителей армянской диаспоры я гостями не считаю и нашего дорогого Санвела тоже. Приветствую вас. Третий раз мы проводим Дни Крыма в Армении. Все больше и больше, видите, у нас друзей, которые находятся в этом зале. И поздравляю, конечно, всех нас с восьмилетием воссоединения Крыма, потому что для нас, для армян, идея воссоединения, идея национального самоопределения, она основополагающая, близка, и мы тоже мечтаем о своем воссоединении. Так что еще раз поздравляю вас с этим праздником. Что касается темы нашей конференции, это «Евразийская цивилизация», то здесь очень важно отметить, что для нас, для Республики Армения, эта тема имеет огромное значение, так как сегодня на площадке, на обсуждении, на общественном обсуждении в нашей стране практически это единственная идея, которая более-менее оформлена идеологически и практически. Поэтому, когда мы там выступаем, говорим, что мы там не отдадим карабах, мы должны объяснить еще, как мы это сделаем. Мало говорить, мало кричать, а надо еще говорить, как это сделать. Потому что кричать легко, а сделать трудно. В этом плане я хочу отметить, что мы должны создать свою идеологию и базироваться на этой идеологии. Вот сидел, посмотрел, что в зале председатели десяти партий. Десять партий председателей сидят здесь. Здесь сидят деятели науки, искусства, культуры, известнейшие экономисты, руководители общественных организаций, общественных советов. Это мощная сила. То есть в зале у нас сидит не просто общественность, сидит общественность политически и идеологически ориентированная на одни и те же цели, которые выведут нашу страну на новые горизонты, выведут нашу страну из того, будем говорить, нехорошего состояния, в котором она оказалась. Поэтому мы должны понимать, что система, которая нас выведет, эта система должна быть идеологизирована. И мы должны твердо быть уверены в этой идеологии. Когда в конце 80-х годов, можно сказать, подкупили верхушку политбюро Советского Союза и потом через подкуп разломали Советский Союз, там собрались, подписали, что это такое. Тогда после этого началась антиидеология. То есть начали говорить о том, что все советское было очень плохо. Все советское было плохо, все советское было, там, я не знаю, история у нас была нехорошая, и у России вообще история была нехорошая, и у нас, как в части Российской империи, тоже было что-то такое. Все нехорошее было, все позорное, все недоделанное и так далее. И нас заставляли самим, самим же, самих себя бичевать и говорить, что какие мы вот, вот какие мы вот недотепы. А вот там, вот там, где-то за океаном или там в Европе, все такие умные, все талантливые. И вот это самобичевание привело к тому, что мы стали сами стесняться своей истории, сами стесняться того, что мы делали. Да, в нашей истории были сложные моменты, да, а у кого их не было? Да, в нашей истории были неприглядные какие-то моменты, а у кого их не было? Поэтому очень важно, что мы должны быть не, так сказать, не просто как верить в какие-то рыночные ценности, а наоборот думать о том, что вот эти вот заклинания о демократии, заклинания о рыночных ценностях и так далее, и о правах человека, почему-то на нашей земле, в том же, допустим, Арцахе, они не действуют, в том же Крыму почему-то, не говоря, что вы можете, вот как люди выходят на свои требования, выставляют требования по национальному самоопределению, хотят воссоединиться с Россией, почему-то это, тут вот эти все ценности куда-то исчезают, да, то же самое ЛНР, ДНР и вот другие территории. Поэтому я думаю, что вот после поигрыша в холодной войне, установленные в постсоветских странах новые порядки, они вот этого демократического тоталитаризма расклеят широкие возможности для активного влияния, вливания в наши страны тоталитарных сект, деструктивных общественных организаций с внешним управлением. Мы знаем, что у нас очень много организаций под внешним управлением западных определенных структур. различных так называемых меньшист, которые просто несовместимы с нашей христианской моралью и так далее, и так далее. И вот когда нас отрывают от духовности и втаскивают в мир потребление, когда у нас убирают идеологию нашего христианского восприятия мира, восприятия, что хорошо и плохо, и вместо этого нам навязывают, допустим, идеологию потребления, то есть антиидеологию потребления. Когда нашу культуру превращают в предаток, какой-то предаток западных антикультурных, вульгарных движений, вот именно тогда мы начинаем понимать, что мы теряем страну, мы теряем нацию. И в этом плане хочу сказать, что вот для идеологической обработки, о которой мы подвергаемся 30 лет после развала Союза, основная антиидеологическая для нас позиция, это то, что вот Россия, она якобы навязывала какие-то нам и другим странам, колонизированным в кавычках странам, какие-то там идеи, идеологии и так далее. С другой стороны, в самой России тоже вспрыскивался яд пренебрежения к бывшим советским республикам, или же яд бухгалтерского подхода, кто больше, кто меньше, сколько стоит там что-то, а сколько стоит другое что-то. И вот это все навязывалось извне для того, чтобы расколоть наше общее цивилизационное пространство с Россией. Общее цивилизационное пространство. Это восточно-христианская цивилизация, евразийская цивилизация, из которой нас хотят перетащить по отдельности в другие цивилизации. В частности, нас сейчас уже пытаются перетащить именно вот в тюркскую, или турецкую даже, или даже более научно говоря, нео-османскую цивилизацию. И эти попытки тоже будут, и они продолжаются. Поэтому мы должны понимать, что вот эти все структуры, которые здесь создавались в течение 30 лет, и которые нам навязывали, в первую очередь, антироссийские какие-то идеи, которые нам навязывали какой-то стыд за нашу историю, которые пытались зачеркнуть те исторические, великие исторические события, допустим, когда Армения воссоединилась с Россией, когда Арцах воссоединился с Арменией, и так далее. То есть эти события, которые происходили, и те героические исторические ситуации, они пытаются вычеркнуть, особенно у молодежи, потому что уже в школьных программах совершенно другое. И вот это все, речь идет об идеологии. С другой стороны, конечно, вот и часто говорится о том, что, а почему же у нас так произошло? Да, потому что были и объективные, и субъективные предпосылки к этому всему. Не будем сейчас их перечислять, это все известно, но недавно президент России Путин сказал, что если бы не было Октябрьской революции и распада СССР, то население нашей общей страны СССР тогда составило бы 500 миллионов человек. Сейчас же мы имеем сокращение населения в большинстве постсоветских стран, в том числе и в Армении, где у нас было в 90-м году 3,7, почти 4 миллиона человек, сейчас осталось 2,5. Это показатель всего. Это показатель того, что мы не смогли создать то государство, в котором наш народ чувствует себя уютно, чувствует себя безопасно, и остается жить в этой стране, и остается творить в этой стране. А мы должны создать, мы с вами, вот здесь сидящие, должны создать именно такую страну. Что касается России, тоже население сократилось. За то же время, с 90-го года, 148 миллионов до 144 миллионов. И по прогнозу Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, хотя сейчас ООН тоже доверять нельзя, то сокращение населения продолжится и у нас, и в России. То же самое по ВВП. Вы знаете, когда мы были вместе, был Советский Союз, мы имели в промышленном, в мировом промышленном производстве, СССР имело 20%, ВВП 17%. Сейчас намного цифры скромнее. Поэтому нам нужна общая идеология, разработка и внедрение общей идеологии евразийского пространства, о чем мы сегодня и решили провести нашу конференцию. И вот здесь основной, основой новой идеологии евразийской цивилизации должна стать защита общих, общих для всех вот этих наших стран, в первую очередь для нас, России, Белоруссии, общих цивилизационных ценностей и возможность создания гармоничного развития самоидентичности каждого народа. То есть должна быть общая идеологическая платформа, которая одновременно дает возможность для развития самоидентичности каждого народа. Второй постулат — это способность и стремление к диалогу цивилизации. То есть мы как цивилизация, евразийская цивилизация, должны иметь возможность диалога с другими цивилизациями. И третье, конечно же, третий кит, на который наша евразийская цивилизация будет расширяться, это идея реинтеграции. Идея реинтеграции, которая должна привести к созданию нового союза. Нового союза. Он будет в виде союзного государства или еще какого-то макрополитического объединения. Но для нашей страны это очень важно. И в этом новом союзе мы не только видим Армению, мы видим все те административно-политические единицы, которые были в Советском Союзе. В том числе те образования, которые были конституционными образованиями Советского Союза. В том числе, как вы знаете, в Советской Конституции была записана Нагорно-Карабахская автономная область, которая сейчас переименована в Арсавскую Республику. И вот именно возможности, которые нам дает Советская Конституция, и мы, как все, в первую очередь, Россия, правоприемники Советского Союза, должны и обязаны обеспечить безопасность всех конституционных субъектов Советского Союза. Я именно в ключе нового союза, в ключе, условно назовем, союзного государства, вижу решение Арсавской проблемы. Не, понимаете, вот кулаками там поднимать, а именно разработкой четкой идеологии плана по развитию нашей страны с конечной точкой, с конечной точкой, выработкой цели развития нашей страны и приведения нашей страны именно вот к этому, значит, поставленной цели. Именно так, я считаю, мы можем решить проблему не только спасения Арсаха, но и спасения Армении, о которой мы с вами все беспокоимся. В этих сложных, непростых условиях, которые создались в мире, конечно же, мы, вы знаете, наше движение провело, мы все вместе с вами, вот, провели несколько акций в поддержку России, которые были и, значит, направлены на наше союзничество, и сегодня Россия должна чувствовать, что у нас, в нашем лице Россия имеет надежного союзника, верного союзника, который тяжелую, трудную минуту друзей не бросает. Спасибо. Спасибо. Я бы хотел далее предоставить слово Армену Гамлетовичу Мартаяну, которого я уже представил. Он всегда, как человек пассионарный, зажигает своими подходами, мыслями аудиторию. Давайте его послушаем с удовольствием. Спасибо. Я никогда не готовлюсь перед выступлением, просто пару тезисов написал, чтобы не запинаться. Вы знаете, я хочу представиться для тех, которые не знают меня. Я, помимо того, что являюсь депутатом Государственного Совета Республики Крым, еще представляю такую организацию, название которой звучит так. группировка сил Народного Ополчения Республики Крым и города Севастополя, так как Севастополь это отдельный субъект. То есть, чтобы после моего выступления вам не казалось, что я сильное пророссийские лето, это моя жизнь. Я рожденный в Советском Союзе, и в моем понимании это правонаследство, это Россия. И я надеюсь и уверен, что президент Российской Федерации снова по крупицам соберет вот то, что разбазарили в 90-х, начале 90-х некоторые наши недруги, вот сейчас, которые читают лекции, хвастаются, как они раскидали наши все государства, и по которым сейчас идет не только военное, но и политическое, но и психическое вот это давление. И брат стал против брата, отец стал против сына. На самом деле это так. В одном государстве, чтобы разрушить это государство, западные страны вливают столько денег, сколько у нас даже нет в бюджете, чтобы платить врачам, платить учительницам, и платить, чтобы достаточно на высоком уровне все преподавалось. Вы знаете, я продолжитель дела своего деда. По воле судьбы мой дед был в 89-й Таманской дивизии, которая формировалась в Ереване. Вы знаете, большинство из вас, это армянская, Таманская дивизия, которая формировалась в Ереване и защищала Крым. Эта дивизия защищала, состоящая из армян, защищала Крым и до сих пор мои ребята, мои бойцы находят красноармейцев, тела красноармейцев, которые до сих пор считались без вести пропавшими. И я забочусь о том, чтобы их вернуть в Армению, их вернуть в Карабах, в Арцах и перезахоронить, предать земле вот этих героев, которые защищали нашу Родину. И это мне удается. Уже пятый, по-моему, вот здесь многие присутствовали. И в Армении, и в Арцахе, когда перезахоронивали этих наших героев. Это не то, что мы хвастаемся, это наш долг. Это наш долг, потому что, получивший выемпел, да, переданный нашими дедами, отцов, мы должны передать своим детям, своим внукам, чтобы этот выемпел несли веками вперед, чтобы никогда не потухло то, что зажжено было веками. Это дружба. Репутация армян Крыма, это идет с поколом веков, не буду говорить туда дальше, начиная от Айвазовского, который, помимо того, что величайший маринист, он еще величайший армянин, наверное, немногие из вас знают, что, получив орден от османского императора, золотой орден, он порвал этот орден, привязал к собаке, заплыл в центр моря, выкинул этот орден, написал письмо османскому императору, что вот я твой орден выкинул в море, вот то же самое поступи с моими картинами, которые я подарил тебе. До сих пор эти картины висали у Эрдогана, они не выкинули. Друзья, вы понимаете, что нет в мире идеального счастья, как и идеального несчастья. Это мы сами создаем в своих умах для себя, для себя. Этот проект создаем и идем, стремимся к этому. Мы сами должны создать для себя защитника, чтобы никто ни у кого не просил идите помогайте. Нет, слабому никто не будет помогать. Мы сильный народ. Мы народ Хайка. Мы народ Баграмяна. Мы народ великих людей. Мы народ тех, которые с одной деревни дают столько маршалов, сколько из столицы не выходит столько маршалов. Мы этот народ. Мой народ ранен еще, кровоточит, но он выздоровеет, я уверен, выздоровеет, но только при нормальных правителях, вот честно. прилетела делегация из той страны, которая единственная в мире стала рядом с моим народом и сказала, хватит, вы там, 95-миллионная орда, хватит гнобить этих маленьких вот по численности народ. А наше правительство не оценивает, потому что прилетело субъекта Российской Федерации, два вице-примера, представитель президента в Крыму, они соизволили ни одного, хотя бы парламентяра, чтобы пришли и встретили нас. Вчера концерт был в симфоническом зале, приходит спикер, даже не соизволил поздороваться с нами. Это стыд и позор, ребята. Вот честно, мне обидно было. Я приземлился в Ереван, мне смс-ка в телефон приходит, добро пожаловать в Турцию. Я в обморок чуть не упал, ребята. До сих пор я сохраняю. Это для истории. Я спрашиваю, что это такое? Говорит, а может вы не долетя земли вы включили? Я говорю, а раньше почему не было такого? Я поехал на могилу своего деда и отца, через Ленинакан еду в Ереван, я не мог найти на радио армянских каналов, сколько не переворачиваешь турецкие песни. Это что, мы поменялись? Это что, у нас уже другое мировоззрение? Или хотят нас оболванить? Ни в коем случае. Извините за мою остроту, я всегда такой, я рожденный такой. Я могу говорить на парламентском языке, но не хочу со своими людьми, которые в моей крови говорить лжи. Я люблю говорить прямо и правду. И все вы такие же. И не надо ждать ни от кого помощи, а нужно вести себя так, чтобы нас считали достойным другом. А достойный друг только тогда, независимо от его силы величины или независимо от его величины силы, ты встал рядом так же, как он стал рядом с тобой. Я прошу своему народу, чтобы так же стал рядом с Россией и защищал его интерес. Около 50 семей обратились ко мне армяне с Украины. Позвонили с Мариуполя, с Мелитополя, Запорожья, с Херсона. Не зная меня, нашли мой телефон и звонили. Брат, как нам выйти отсюда? Имея связи и в вооруженных силах, и в ополчении, везде мои друзья. Находил пути, находил людей, которые сопровождали семьи, и они выходили благополучно. Мой брат, наш соотечественник, получил героя России. Мои друзья, двое тоже армяне, получили, двое получили орден мужества. Некоторые получили за заслуги перед отечеством второй степени. Это достойные награды, достойные награды достойного народа. Не смотрите, что у нас два миллиона. Нет, нас очень много. Каждый из нас по миллиону нужно считать. Как Георг Марс Петруни говорил, люблю вас. Спасибо большое, Армен Гамлетович, что вы добавили пассионарности нашему сегодняшнему форуму. Это действительно слова, сказанные из глубины души, сказанные от сердца. Спасибо. Я далее хотел бы предоставить слово гостю из Москвы, президенту Академии гуманитарных исследований, шеф-редактору журнала «Философские науки» Маринасяну Хачатуру Эмилевичу. Пожалуйста. Я не хотел бы, чтобы у вас сложилось представление, что единственная русская женщина, которая живет в России и в Крыму, это Ирина Валерьевна. Но так вот получилось, что делегации нашей действительно представители армянского народа очень широко представлены. Четвертый Милевич, пожалуйста. Спасибо большое за предоставленное слово. Уважаемый президент, уважаемые коллеги, дорогие друзья, безусловно, нам очень приятно находиться в такой дружной, прекрасной обстановке, теплой и вместе с тем конструктивной. Конечно, можно говорить, и мы говорим все прекрасные слова о любви, дружбе, это основа основ жизни, но, безусловно, вместе с тем мы должны думать, как задуматься и реализовывать конструктивные проекты, которые еще более сближают народы, сближают цивилизации. Одним из таких важнейших направлений деятельности человеческой это, естественно, наука, образование, просвещение. Они неразрывны, они переплетены, но вместе это достаточно разные сферы образования, просвещения. И те проблемы, о которых мы говорим уже который день, и не только в эти дни, мне кажется, мое убеждение, они производны того, что когда-то мы потеряли эту основу, эту почву под ногами. Научное понимание проблем, почему это так происходит. Следственная зависимость от того, почему, какое явление события мы рассматриваем в отрыве от общего контекста. Ни одно событие не происходит само по себе. Имеет, естественно, преамбулу, имеет, конечно, преисторию. Без понимания всех этих процессов вырвать из контекста и рассматривать его было бы глубоко ошибочным. И специально это делается. и не понимая, какие последствия могут ожидать нас, если события не происходили бы именно так, как в данный момент они происходят, а по-другому. Это есть научное прогнозирование, это не гадание на кофей не гуще. Это первый тезис, с которым я хотел бы поделиться. Второе, то, что говорил один из самых крупных философов немецких в мире Ницше, любая война со временем становится священной с обеих сторон. И уже не важно, кто начал, по какому поводу, она действительно становится войной священной, поскольку война это беда, которая не разырена с бедствиями, с человеческими жертвами и кровью с обеих сторон. И люди, конечно, уже теряют ориентиры и становятся врагами на всю жизнь. И по известной притче и сказке армянской капли мёда, вот эта война между двумя государствами, она, ведь в этой сказке произошла из всего-то шужжания пчелы, на которую, на каплю мёда, которые полетели. из-за этого текает, что нужно предлагать все силы, чтобы не происходили эти конфликты. Предупреждение войны это величайшая заслуга человечества, которая необходима, чтобы оно проявляло всегда. И то, что сейчас происходит на дружественной нам стране, вот мы многократно возвращались к этой теме, это я хочу подчеркнуть, это не война, развязанная Россией, наоборот, это предупреждение той войны, которая могла бы разразиться, если бы не было этой спецоперации. И действие России, именно поэтому называется спецоперация. Повторюсь, то, что преслед до этого имело место на протяжении долгих лет, и не только восьми лет, которые говорятся, а только намного раньше, это привело бы к ней смиримо большим бедам, страданиям. Поэтому действия Российской Федерации, выраженные вот в этой спецоперации, абсолютно правильные, абсолютно необходимы. И здесь сегодня прозвучала мысль о выражении поддержки этой акции. Мы, безусловно, это сделаем, и я первый присоединюсь к рядам тех людей, которые выражают свою поддержку. Вернусь к тому, что мы именовали, я беру на себя, изучение оснований всех явлений, которые имеют место. К сожалению, в последние долгие годы, десятилетия уничижительное такое отношение к науке, к научным сотрудникам, это проявляется всюду. Сегодня я зашел в Академию наук, Национальную Академию наук, и был потрясен. Каждый раз проезжая по этой улице в советское время, я смотрел на этот храм науки, всего светлого, что может быть. каждый сотрудник рядовой Академии наук для меня оказался каким-то светочным. Сегодня мы там пообщались, оказалось, что Академия наук всего лишь подразделение министерства с длинным названием науки, образования, туризма, спорта, и еще там запомнить трудное. И это академики которые делают науку и без научного понимания процессов вообще все бессмысленно, глупо и вредно. Вот каким образом вернуть статус науки в нашу жизнь, статус научного сотрудника, ученого, просветителя, учителя. Но не все так, наверное, грустно. Сегодня же мы как раз беседовали в этом же доме прекрасном и оказалось, что есть колоссальная потребность в изучении русского языка и культуры. Это народ проявляет эту потребность. Какие механизмы созданы для того, чтобы реализовать эту потребность, то есть ответить на эту потребность. И другое дело, мы должны задуматься, как эти механизмы создать, если они не совершены их совершенствовать, реализовать, но то, что народ армянский хочет этого, тянется к русскому языку и через язык культуры, это очевидно. из директора Москвы, дом Москвы говорили, оказалось, что порядка 600 детишек проходят эти курсы, подчеркну, бесплатные. И еще в три раза больше в очереди они хотели бы просто нет возможности это реализовать. Давайте создадим эти возможности без общения людей с культурой. Невозможно дружить с этим народом. Надо понимать его душу, а как если не через культуру. И язык это всего лишь механизм для погружения в ту или иную культуру, душу народа, культурное наследие. Я бы очень хотел, чтобы мы в этой части по созданию таких механизмов или таких возможностей над этим задумались. Вот мы кто же еще надеется на кого-то уже невозможно. Нет ни времени, нет уже иллюзий. Спасибо. Я ограничусь, поскольку действительно нужно уступить микрофон другому нашему коллеге. Но я хочу заверить, что те возможности, которые есть лично у меня, если себя говорю, они будут предоставлены этим великим целям. Наука, образование, просвещение. В том числе через современные технологии, цифровые. Это мы изучаем, это мы делаем в Государственном Доме. Я как раз это направление возглавляю. Это будет предоставлено от души, искренне, с большой радостью. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Ахатисты Роменович. Да, коллеги, дорогие, я хочу предупредить, что у нас конференция где-то минут через 45-50 закончится. Поэтому давайте укладываться в какой-то объем времени, порядка 7 минут. Я предоставляю слово прекрасному человеку и ученому, председателю общественной организации интеграции и развития, координатору Евразийской экспертной комиссии Сафариану Раму Веленовичу. Пожалуйста. Итак, уважаемый президиум, уважаемые присутствующие друзья, мы здесь большинство единомышленники, друзья, поэтому долго говорить нет смысла, правильно предыдущие выступающие делали. Дорогие россияне, очень рады вас здесь видеть, очень рады этому мероприятию, любому поводу общения армян и русских, очень рад и готов делать все от себя зависящее, чтобы это прошло на достойном хорошем уровне. Теперь очень коротко, три минуты отчитаюсь. Сегодня только что прошла наша конференция, круглый стол называлась «Возможность и перспективы развития Евразийского экономического союза после объявления коллективным западом экономической войны России». У нас было 35 человек, присутствовали и приветствовали послы России и Казахстана, им большое спасибо за это. У нас было два подключения из Москвы, из Евразийской экономической комиссии, наша соотечественница, директор департамента развития и интеграции, Куар Барсидиам выступала здесь, и известный экономист, ведущий научные сотрудники Меморан Аза Ашотовна Мигранян и четыре наших ведущих экспертов Евразийского экспертного клуба. Кто не знает, Евразийский экспертный клуб объединяет 49 ведущих ученых в области экономики, политики, политологии, международных отношений, востоковедения, других традиционных дисциплин в том обороны безопасности и так далее. Публицистов, журналистов и так далее. Так вот, наши четыре ведущих эксперта, профессор Ашот Тавадзиан присутствующий здесь, профессор Татул Манасей присутствующий здесь, профессор Эдуард Казалян присутствующий здесь и социолог Санвел Манукян говорили об экономических и социальных последствиях возможных санкций и наших ответов. Не буду долго занимать ваше внимание, потому что вы можете все это очень аккуратно прочитать, огромном информационном потоке, который мы образовали сегодня. Это больше 10 средств массовой информации и больше 100 единиц информации в интернете. Это, пожалуйста, вечером у кого будет желание откройте, посмотрите. А я просто очень коротко скажу. Первое, нам будет трудно, но мы обязаны выжить. Второе, кроме того, что у нас есть план действий до 2025 года, нам уже сейчас надо всем вместе сообща, думать о том, каким будут наши совместные деятельности после 2025 года и обозначить контуры не только дальнейшего экономического сближения, но и возможные совместные политические, военно-политические сошаги. Мы обязаны сегодня пересмотреть нашу внутреннюю внешнюю политику Армении с тем, чтобы привести ее в большее реальное соответствие с реальными нашего времени. Например, очень нас всех огорчил доклад профессора нашего Эдуарда Казаряна, известного экономиста, о том, что у нас очень плохо обстоят дела в сельском хозяйстве, в аграрном секторе, в смысле обеспечения аграрной безопасности Армии. А мы с вами длинные лечи толкаем о том, что все время будем наращивать, увеличивать потенциал нашего экспорта в сторону России. Нам сначала нужно элементарные вопросы решать, которые не решаются уже 10 лет. И нам надо решать эти вопросы, чтобы вообще имел смысл разговор о том, где и что мы будем наращивать и с кем будем кооперироваться и за счет чего. Я хочу сказать, что наше совместное поведение должно быть научно обосновано. И для этого наш Евразийский экспертный клуб Армении с его научным потенциалом может быть просто незаменим. Но и, конечно, нужно наращивать сотрудничество ученых и экспертов разных стран. Я считаю, чтобы настало время, чтобы мы, ученые России, Армении, Белоруссии, Казахстан, а кто еще захочет, гиргизы, узбеки, таджики, ради бога, пожалуйста, кто хочет, вместе думать над тем, каким будет будущее нашего союза после того, как мы предотвратим самые тяжелые последствия экономической войны, объявленной Россией. Я не сомневаюсь, что исход должен быть положительным, но наша обязанность как граждан, как ученых, как экспертов, как людей, думающих, мыслящих, наверное, в том, чтобы сделать помягче отрицательные последствия этого трудного, очень сложного процесса и для того, чтобы их использовать, для того, чтобы элементарно, по-человечески укреплять отношения с Россией. Сегодня думать над тем, чтобы не было разрыва между молодыми людьми, людьми среднего возраста и людьми пожилыми в отношении к России, чтобы наши молодые люди через 10, 20, 30 лет развивали, захотели бы развивать, углублять, укреплять Армяно-Российский Стратегический Союз. Я думаю, люди среднего возраста и пожилые, которые здесь присутствуют, наверное, самый пожилой я. Поэтому, думаю, пришло время всем подумать над тем, чтобы передать лучшие черты нашего национального характера, смысле его интернационального осознания человечества нашим детям. Нужно так сделать, чтобы наши дети были продолжателями нашего дела, и чтобы на нас все это не оборвалось. Я за укрепление, углубление и развитие Армяно-Российского Стратегического Союза. Абсолютно уверен, что ничего нового здесь никому об этом не говорю. Я за то, чтобы наши усилия давали больше результатов. Спасибо вам за внимание. Спасибо. Далее у меня записан Гегамян Арташес Мамиконович. Уважаемые коллеги, друзья, как нельзя актуальна сегодняшняя наша конференция по той простой причине, что Армения сейчас, как и Россия, она тоже вовлечена в войну. Если Россия вовлечена в горячую войну, навязанную коллективным Западом России, то Армения опосредованно силами и усилиями Азербайджана и Турок втягивается в эту же самую войну. Чтобы мои эти слова не были слишком голословными, я приведу всего лишь отдельные выдержки из заявления Министерства обороны Турции, которое было опубликовано 27 марта в ответ на заявление Министерства обороны Российской Федерации. Буквально три пассажа. Информация об отсутствии частей азербайджанской армии с этих позиций не отражает действительности. Наша армия полностью контролирует обстановку. Хочу напомнить, что речь идет о последних событиях в Нагорном Карабахе, в районе сел Хроморт, Парух и Хараглух. Совершенно верно. Дальше. Заявление Минобороны России о том, что режим прекращения огня якобы был нарушен Азербайджаном, также не соответствует действительности. И о пострадавших среди азербайджанских военнослужащих не сообщается. Дальше. Использование выражения Нагорный Карабах в заявлениях Минобороны России 26 и 27 марта является неуважением к территориальной целостности Азербайджанской республики, признанной и принятой международным сообществом, в том числе Российской Федерации. То есть Закир Гасанов, он нарывается, явно провоцирует Россию, обвиняя хотя бы этими тремя посылами в лжи заявление Министерства обороны Российской Федерации. Это далеко не случайно. И это не могло произойти без одобрения Турции. Сейчас все могут мысленно вспомнить, что Эрдоган более-менее держит себя сдержанно. Но это только на первый взгляд. Не мне сейчас вам говорить о коварности турок. Достаточно сказать, что в последнее время официальная российская информационная политика сводилась к тому, что хваленные байрактары показали свою немощность. Это было озвучено и по общественному российскому телевидению и в соответствующих программах на телеканале «Россия». А самое страшное для нас заключается в том, что спустя четыре дня после вышеуказанного заявления Министерства обороны перед заседанием правительства 31 марта выступил премьер-министр Армении Никол Фашинян, который прямо выполнял заказ коллективного запада. Опять-таки, чтобы не быть голословным, чтобы не зачитаться эту муру, которую он озвучил, я скажу лишь вот что. Там он сказал, осмеливаются обвинять Армению в том, что через территорию Армении на Украину были пересланы террористы, боевики. И это в том случае, когда в ходе 44-х дневной войны Армения сама, значит, столкнулась с фактом участия этих боевиков. С первого взгляда, ну что, все нормально, но весь вопрос в том, что когда ты читаешь и перечитываешь это, он намекает фактически, прямо указывает, что эти террористы фактически тогда были, значит, мобилизованы со стороны России, не упоминая России. Это изощренная политика, которая умещается в теорию, практикуемую уже, наверное, чуть ли не два десятилетия на постсоветском пространстве, и она называется не иначе, как нейролингвистическое программирование. И вот уже не одно десятилетие изощренная политика оболванивания населения постсоветских государств происходит, особенно интенсивно это происходило, значит, на Украине, свидетелями чего мы являемся, когда очень правильно высказался, значит, уважаемый товарищ Мурадов, когда сказал Георгий Львович, Георгий Львович, когда он сказал, что дело довели до того, когда малороссы выступают с оружием в руках против великороссов. Идет самое, что ни на есть, и горячая, и гибридная война против в республике Армения. Я не буду долго говорить, единственный ключ к спасению это признание независимости республики на Арцахской республике с дальнейшим профитением референдума о воссоединении, о вхождении Арцаха в Российскую Федерацию именно по примеру Крыма. И когда Ирина Владимировна здесь привела очень интересные цифры, характеризующие воловой внутренний продукт Крыма за истекшие 8 лет, для нас доподлинно стало понятно, почему так остервенело коллективный Запад ополчился против Донецка и Луганска. Подумайте, только за 8 лет три с лишним раза увеличился воловой внутренний продукт, производимый в Крыму. А это значит десятки тысяч новых рабочих мест, это значит неуклонное повышение благосостояния народа Крыма. И далее единственный правильный выход, чтобы мы вместе все в каждую меру своих интеллектуальных знаний и организаторских способностей объединились вокруг идеи создания правовой базы для вхождения Армении в союзное государство России и Беларуси. Слово предоставляется доценту кафедры международных отношений дипломатии Ириванского государственного университета Баласаяну Григору. Здесь он находится? Пожалуйста. Добрый день. По правде говоря, для меня это немножко неожиданно, но приятная неожиданность. Уважаемый господин Мурадов, господин Мартоян, уважаемый Айк Борисович, я приветствую проведение вот такого важного мероприятия в Армении, потому что армяне знают цену к земле, армяне знают, что такое земля, и армяне знают, что нужно делать, чтобы защищать эту землю. И Крым это очень хороший пример для всех нас и для постсоветского пространства. Я совершенно согласен с господином Мартояном, что идет процесс объединения земель, которые в свое время по каким-то причинам, ну мы знаем по каким-то причинам были разделены, и кто стоял за этими событиями и так далее и тому подобное. Я думаю, что Беловежские соглашения обязательно должны быть денонсированы, потому что Беловежские соглашения это те соглашения, которые были подписаны, когда большинство народов Советского Союза еще спали и прямо не знали, что там происходит. И когда мы смотрим, ну я со своими студентами, когда прохожу вот эту тематику Беловежских соглашений, я всегда думал, что Беловежские соглашения это вот такой очень большой документ, в котором все написано. Но я пришел в изумление, когда увидел, что Беловежские так называемые соглашения, это вот такой маленький документ, написанный в так сказать кустарных условиях и на пишущей машинке, которую нашли где-то вблизи Беловежской пущей. Я думаю, что вот характерен тот факт, что первым президентом мира, который узнал о Беловежском соглашении, это был президент Соединенных Штатов Джордж Буш старший. И это безусловно говорит об этом, что это была организована операция и что, еще раз повторюсь, вот эти соглашения должны быть денонсированы. И создание союза или вхождение Армении в союзы России и Беларуси, я думаю, что это будет не только правильный шаг в контексте обеспечения национальной безопасности Республики Армения, но и для обеспечения физической безопасности населения Республики Армения и для поднятия науки, промышленности и культуры Республики Армения. Я здесь честно говоря с завистью смотрел на те цифры, которые приводили наши коллеги в плане того, как изменился Крым, когда вошел в состав России 3-4 раза поднялась промышленность и поднялась экономика. Я здесь слушал, когда говорили о Академии наук Армении, которая на сегодняшний день проживает не очень лучшие времена. Я думаю, что для поднятия науки, культуры, промышленности, и национальной и физической безопасности Республики Армения необходимо просто вхождение Армении в состав Союза России и Белоруссии. А для Арцаха, я думаю, и я здесь согласен с господином Геремианом, в том плане, что единственный путь сохранения Арцаха и сохранения хотя бы границ, которые были в советские времена, то есть вхождение в нынешний состав и города Шуши и Гадруцкого района, это должно быть проведение референдума для вхождения НКО или хотя бы Арцах в границах НКО в состав Российской Федерации. У меня все, спасибо большое за предоставленную возможность. Спасибо большое господин Барсалян. Да, задачи, проблем много стоит и перед странами нашими и перед всем миром. Я специально оставляю всегда время в завершении конференции для того, чтобы мы могли задать вопросы и обменяться еще репликами, мнениями. Поэтому наверняка возникли оценки, выводы, мысли, какие-то заключения аналитические у вас, уважаемые участники. И я бы с удовольствием попросил их озвучить и задать те вопросы, которые у вас есть к нам, к крымчанам. Я думаю, что вы безусловно люди заинтересованные в том, чтобы мы сохранили наше единство, союзничество, так же, как с братской Белоруссией, вот я слышу эти предложения, уже не первое, развивали, расширяли наше союзное государство. Наверное, только в этом пути усматривается действительно восстановление цивилизационных сил нашей единой общности. Я прошу ваши вопросы. Пожалуйста. Вопрос к Крыму. Вот этот канал, который открыли, он что, обеспечивает реально эту воду? Какие перспективы с решением водной проблемы в целом? с удовольствием расскажу. Это ведь тема, безусловно, политическая, очень серьезная была, когда эти националисты, нацисты закопали просто-напросто северокрымский канал на украинской территории рядом с водохранилищем. И я всегда подчеркиваю, что вода, которая идет по Днепру, она ведь не украинская вода. Она образуется, известно, где Днепр ведет вперед начало, Смоленщина, еще ряд областей России, потом течет по территории Белоруссии. А притоки основные Днепра вообще образуются на российской территории. Возьмите Десну, как крупнейший приток. Эта вода не принадлежит Украине, чтобы она имела право закрыть воду, которая течет из одной части Российской Федерации в другую часть. И не Украина строила Северокрымский канал, строил весь народ советский. И, между прочим, Крым тогда точно так же находился в Российской Федерации, как и сейчас. Поэтому абсолютно неправовые действия, полное нарушение принципов водного права. И, конечно же, это гуманитарное преступление. Потому что после этого засохли все рисовые поля, которые были на севере Крыма. Уничтожены были многие другие благолюбивые культуры. И крымские фермеры потеряли миллиарды и миллиарды рублей. Они вынуждены вообще были либо уходить с севера Крыма, либо переориентироваться на какие-то другие культуры, что давалось непросто. Сегодня Северокрымский канал открыт в результате, в том числе, как один из результатов специальной операции. На территориях, граничащих с Крымом, это прежде всего Херсонская область, рядом находится Запорожская область. позитивный настрой в отношении того, чтобы восстанавливать социально-экономическую такую систему, которая была единой на протяжении столетий. Была, как вы помните, Таврическая губерния единая со своей единой экономической и социальной системой. И, между прочим, это было обусловлено экономическими потребностями, потому что Крым, как туристический район, нуждается в определенных притоке сельскохозяйственной продукции, которая всегда завозилась из Херсонской и Запорожской областей. И, конечно же, Северный Крым уже на протяжении нескольких десятилетий производил необходимую для туристического потребления продукцию. Он давал, на самом деле, 80% воды. Но перед уходом эти нацики, как мы их упрощенно называем, взорвали все насосы, повредили все оборудование, которое было на Северокрымском канале. Мы его сейчас активно восстанавливаем. Русло канала, безусловно, засохло и требует сейчас очистки и приведения в порядок. слава богу, у нас год был очень влагообильный, шли дожди, выпал снег, все водохранилища полны до верхов, а мы их создали еще большое количество новых водохранилищ, потому что стали активнее воду собирать. Ну, думаем, что и Северокрымский канал через небольшой промежуток времени, надеюсь, что к летнему периоду точно заработает полную мощность и принесет необходимую воду северокрымского полуострова. Но с водой проблем в любом случае нету, не будет в ближайшие уже два года точно, потому что воды набралось столько водохранилищ, что они переполнены, и мы ее постоянно сбрасываем в те реки, на которых созданы эти водохранилища. Так что с водой все нормально, с гуманитарным преступлением, которое совершили украинские нацисты и националисты, мы еще будем разбираться, собираем документы, доказательства и перекрытие Северокрымского канала, это одно из таких преступлений. Пожалуйста, прошу вас. Второй вопрос, планируется ли создание каких-то туристических хабов Крым, Армения, например, чтобы люди могли отдыхать в Крыму по приемлемым ценам, это начиная от авиасообщения определенного, я понимаю, что есть определенные сложности, но можно, например, делать это через Краснодар или через Сочко. И еще такой вопрос, очень многие в моем таком детстве ездили в Артек, для них это было очень хорошо, это очень приемлемо, возможно ли организация год. Опять, наступя понимая лагеря в детстве, чтобы армянские дети, в том числе и Старобаха, в том числе и те, которые вынуждены стали беженцами, они начиная с этого года были бы поток. В том числе, наверное, это повышение откатило, потому что чем больше граждан Армении будут примут, они в большинстве будут понимать, насколько это важно и на практике поможут. Спасибо за вопрос, хороший вопрос. Армянские дети, я вам скажу, отдыхают в Артеке. Те, кто хочет в Артек приехать, приезжают. Но эту практику, безусловно, надо расширять. Вы правильно говорите, что с детства знакомились с замечательными местами, они западают в душу и ребята чувствуют это тоже, как свой дом, близкую землю. Это важно. Что касается на авиалинии, вот мы для этого приезжаем уже не первый раз, но нас почему-то в Министерстве транспорта Армении видеть не очень хотят. Хотя, вот смотрите, вы сказали, что трудно будет организовать линию до Симферополя, а там у нас международный аэропорт, как вы знаете, один из крупнейших Юга России и самый красивый и современный имени Айвазонского. Армянский аэропорт и Ирландский принимает сирийские авиалинии, которые тоже находятся под санкциями и не борются это. Потому что армяне Сирии хотят приезжать в Армению и этим авиарейсом сирийских линий пользуются. А почему нельзя принимать самолеты, которые летят в Симферополе. Санкции боятся кто? Мы же можем не предлагать армянским авиалиниям летать. Пусть нам разрешат летать сюда другим авиалиниям. Можем попросить белорусские авиалинии совершать этот маршрут. Можем попросить сирийские авиалинии продлить маршрут, потому что у нас с Сирией очень выгодные сейчас, активные отношения. У нас заключено специальное соглашение с Сирийской Арабской Республикой на уровне Республики Крыма торгово-экономическом сотрудничестве. Ребята сирийские на учебу к нам ездят. Наши реставраторы сейчас занимаются крымские, я имею ввиду, разрабатывают проекты по восстановлению Пальмиры. Это тоже знаковые вещи. Мы можем попросить сирийцев проглить авиалинию из Еревана до Симферополя, потом назад лететь в Ереван и Дамаск. Ну и Симферополь не хотят пока принимать никакие самолеты. То есть из Симферополя в Ереване не хотят никакие самолеты принимать. Поэтому эта тема больше общественности Армении к армянским властям, к властям Армении. Почему собственно говоря не хотят сотрудничать с аэропортом Айвазовского и на земле Айвазовского принимать самолеты из Армении. Даже если они иностранные авиалинии. Может на федеральном уровне как-то это сделать? А как на федеральном? Да, вице-премьер постоянно приезжает, он может да. Да, на федеральном уровне вы имеете ввиду, чтобы разговаривал наш руководство России разговаривал с руководством Армении о том, чтобы сирийские авиакомпании принимали... Для меня вообще загадочная ситуация, она состоит в следующем. Если так сильно боялись санкций когда-то в Армении, то сегодня это что бояться? Вся Россия сейчас под более мощными санкциями, чем когда-то был Крым. Объясните мне тогда чего бояться в отношении Крыма? Если Армения наш союзник и признает безусловно российскую конституцию, где сказано о территориальной целостности России, вот вы слышали наверное ответ Александра Григорьевича Лукашенко. Он сказал в чем вопрос, объясните мне. Мы признаем российскую конституцию, мы союзное государство, а в конституции России все написано, что Республика Крым и город Севастополь это субъекты Российской Федерации. Тогда я вообще не понимаю смысла продолжения по существу поддержки санкций против Крыма, которые являются Россией, или непризнания тогда кем-то, может какими-то лицами отдельными, я не берусь судить, территориальной целостности Российской Федерации. Поэтому я даже воспользуюсь этой трибуной, чтобы просить армянскую общественность и политиков ставить этот актуальный вопрос перед правительством Армении. Ну и вообще, так сказать, поразительно, что с людьми прибывающими, вот экономический блок ведет Ирина Валерьевна Кивяков, мы уже не первый год настроены поговорить с руководством Министерства Транспорта хотя бы Армении. С нами не говорят. А вы думаете, вот у вас почему мысль возникла, хотел бы существу, логику понять, что надо на федеральном уровне разговаривать? В связи с тем, что раз не хотят с вами, с крымчанами разговаривать, пусть тогда с руководством Армении поговорят на федеральном уровне, а с вами можно продолжать не разговаривать? Практика так показывает, что все решается. Что можно с вами не разговаривать. Но слава Богу, что вы с нами все-таки разговариваете, и вот уважаемые люди здесь присутствуют. Я думаю, что эта практика в нынешних международных условиях должна быть на корню просто прекращена. дальше, если мы будем занимать такую извилистую позицию, о каком можно вести речь устойчивом союзе и выстраивании нового миропорядка и о близости России с Арменией и так далее, если мы в таких даже мелких вопросах не можем толком ни о чем договориться. Я вот признателен белорусским нашим коллегам за то, что наша делегация съездила в Белоруссию и переговорила насчет возможностей полетов из Минска в Симферополь разных компаний, не важно кто, может кто-то боится, если это частная компания, что мы договорились о том, что у нас туристическая хорошая выставка прошла в Минске и Республика Крым была представлена отдельным стендом и колоссальный интерес белорусских граждан. Наверное, так же и в Армении должно быть. Это мое пожелание, мнение. Прошу. Армен Гавлитович, вот добавить. Я хотел добавить, значит, в чем именно интересность вашего вопроса. Когда мы летели сюда, знаете, как рейс называется? Называется Сочи, Ереван, Стамбул. То есть армянские власти не стесняются для 30-тысячной диаспоры Крыма, для 30-тысячных армян, которые вынуждены 12 часов из Симферополя едут на машине в Сочи, чтобы из Сочи полететь на свою этническую родину. Армянские власти, не стесняясь назвать этот рейс еще Сочи, Ереван, Стамбул. Но зато стесняются, чтобы организовать простой рейс Ереван, Симферополь. Вот вам и ответ. То есть да, да, Сочи, Ереван, Стамбул. Рейс называется. Ну, Армен Гамлетович, я еще скажу, что все-таки из Армении немало туристов хотят посетить Крым и родственников своих, и вообще познакомиться с историческими местами Крыма. Ну, сейчас, правда, особая ситуация, когда не летают самолеты дальше туда уже, Анапа не действует, сейчас и Симферопольский аэропорт, но это временное явление, в скором времени все это дело будет восстановлено, и мы рассчитываем, что до этих пор нам удастся как-то договориться. Пожалуйста, еще один вопрос, потому что мы через пять минут где-то закончим нашу встречу, наш форум дружеский, и 15 минут дадим перерывы для того, чтобы сцену привести в порядок и ознакомиться тогда с творчеством наших мастеров. Пожалуйста, еще вопрос есть, прошу вас. У меня есть вопрос. Недавно мы все посмотрели в программе Бессоргон Николи Маталкова финал молодой парень, который говорит, что пять лет назад я бы не пошел воевать, сказал бы за кого, имея в виду там за всяких Чубайсов и Ижесни. А потом этот молодой красивый парень расследевшись обратился к Путину и сказал не победи родной, я знаю сейчас, если меня позовут, я пойду воевать, и я знаю за что. Сегодня я не к Путину обращаюсь, я говорю, перефразирую этого прекрасного парня, говорю, Россия, матушка, мы на тебя смотрим, не подведи. Спасибо большое. Я не могу ответить от имени России, но что касается нас, крымчан здесь присутствующих, мы точно не подведем, потому что все мы на своей стуле пытаемся и понимаем, как будет выстраиваться все дальше. Мы вас тоже любим, желаем здоровья, благополучия, а самое главное мира, мира Армении, мира России и, конечно же, мира всему миру, потому что он, как мы чувствуем, остро чувствуем, приближается к неприемлемой грани угрозы и кризису. Давайте выстоим мы все, не подведем все, чтобы сохранить и защитить наш мир. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ